Уважаемые друзья, как и договаривались мы ранее, прежде всего в ходе Республиканского педагогического совета 24 августа этого года, нам сегодня предстоит обсудить новую редакцию Кодекса об образовании, а также изменения, которые предлагаются внести в правила приема высшее и среднее специальное учебное заведение. Напомню, проект Кодекса подготовлен к рассмотрению во втором стене в парламенте. По моему поручению сюда приглашены авторитетные представители национальной системы образования, как теоретики, так и практики, которым придется работать и фактически жить по новому Кодексу, а также здесь присутствуют эксперты. Правильно, что здесь присутствуют специалисты из регионов, в том числе из глубинки. Скажу сразу, что встречи в таком формате на уровне президента давно стали традицией, когда наиболее важные для народа акты законодательства обсуждаются в широком кругу. Корректировка Кодекса и правил приема в образовании сродни принятию новой Конституции, только, естественно, в данной сфере. Нам и нашим детям по нему жить, учиться, работать, и, главное, при этом не навредить. За последние годы государство многое сделало для системы образования. Создана необходимая законодательная база, обеспечивает стабильное финансирование, обучающимся и педагогам оказывается соответствующая социальная поддержка. И отдачу от этого мы видим, по большому счету, больших претензий к отресли нет. Свидетельством того является укрепление позиций нашей национальной системы образования на международном уровне. Рост числа иностранных граждан, изъявляющих желание учиться у нас, победы наших ребят на международных олимпиадах, белорусских выпускников готовы после вуза забрать себе многие иностранные компании, и в том числе за рубежом. В то же время видна необходимость дальнейшего повышения доступности и качества образовательных услуг. На ПЕЦ-совете наш министр обстоятельно докладывал о планируемых нововведениях. Параллельно проводились общественные обсуждения, диалоговые площадки, на которых не только прорабатывались предложения об минобразовании, новеллы, но и фиксировались инициативы от наших педагогов, в том числе родителей, общественности, всех заинтересованных. Слово, вроде бы объемная работа проведена. Хотелось бы узнать, все ли предложения были у стены в ходе подготовки кодекса и правила приема. Если нет, то почему? Мы понимаем, что мир меняется очень быстро, и наша система образования должна также оперативно подстраиваться под веяние времени. И главное мое требование, как главы государства, справедливое отношение к каждому человеку, обеспечение равных возможностей для получения образования. Вот в плане справедливости тут уж никуда не денешься. Это первые шаги будущих наших граждан Беларуси, поэтому эти первые шаги должны быть честными, порядочными и справедливыми, в обстановке честности и справедливости. Поэтому сегодня мне важно услышать позицию каждого участника совещания относительно новаций, заложенных в обоих документах. Не менее актуален вопрос, насколько готова наша система образования к новым подходам, закладываемым в кодексе, и правилам приема. Что они дадут стране, ученикам, педагогам? Не будет ли это новшеством ради новшества? Например, хотелось бы более подробно услышать об введении национального государственного экзамена, расширении целевой подготовки. Будет ли при таком подходе обеспечен обозначенный мною принцип? Важно, чтобы за этими изменениями мы не потеряли возможности увидеть каждого абитуриента. Я хочу вас ориентировать на откровенный диалог, так как в системе образования мелочей не бывает. И дело в том, что мы уже не можем допустить никаких ошибок. Система определяет в том числе развитие экономики страны, ее устойчивость к мировым вызовам, а это уже вопросы обеспечения национальной безопасности. Мы должны услышать общество. С учетом нашего опыта, наших подходов, мы должны выработать нормальный кодекс об образовании, чтобы он работал долгие годы. Еще раз подчеркиваю, но если не детям нашим, то внукам точно придется учиться по этим кодексам. Поэтому ошибок быть не должно. Давайте определимся, как мы будем принимать вузы людей, или мы нынешнюю систему сохраним, что прошлое всего, или же мы ее модернизируем существенно. Меня насраживает только одно. За централизованным этим тестированием мы не всегда видим человека. Вот это вот опасно. Поэтому ошибок не должно быть. И еще раз, школа должна быть школой. Это храм. Все это в кодексе должно быть отражено.